Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем цикл наших бесед по душам. Я Эдуард Шнепст, общество избирателей, и мой оппонент Вадим Соколов, русская община в Атвии. На прошлой беседе мы начали докапываться до коммунизма. Сегодня у меня есть желание его добить. В наших головах, прежде всего, его последствия. Если вы что-нибудь хотите сказать по результату прошлой беседы? Ну, причем что-то коммунизм как идея неубиваема, как и любые идеи. Вопрос, сколько поддерживают люди или не поддерживают. А то, что неудачный опыт вроде бы был в подставине коммунизма, ну, как идея, она не исчезает из голов. И попытки, возможно, будут и в будущем. Ведь ей уже сколько лет? Это даже не сотни и сотни лет. Мысль интересная. Но у меня все-таки такое мнение. А стоила ли эта попытка тех жертв, сопоставимых с жертвами, что принес миру фашизм, сопоставим? Ну, я категорически против сопоставления коммунизма и фашизма. Это подмена понятий. С этого и начинается. И поэтому здесь это... Фашизм – бесспорное преступление, а у большевизма жертв было сопоставимое количество. Давайте разбирать отдельно фашизм и отдельно большевизм. Отдельно они разобраны, но я хочу подчеркнуть, что ради идеи, которая оказалась нежизеспособной и противоречит природе человеческой, было уничтожено сопоставимое количество народа, как уничтожил фашизм. И самое интересное – фашизм уничтожал чужих, чтобы разбогатеть. Большевизм уничтожал своих ради эксперимента. Фашизму повезло. Он был уничтожен военным путем и осужден. Нам, строителям коммунизма, в этом смысле, извините меня, не повезло. Потому что он просуществовал 70 лет, испортил жизнь нескольким поколениям и заставил нас сегодня проходить первоначальный период накопления капитала заново в новом обществе, когда весь мир уже шел далеко вперед. Ведь в чем отличие коммунизма от фашизма? Звук есть? Я что-то себя не слышу. В чем отличие? Мы можем много говорить, что хорошего в коммунизме было и что надо перенять, но это совершенно неправильное понятие. Так нельзя рассуждать. Отличие в том, что частная собственность и рыночные отношения. Если есть частная собственность и рыночные отношения, это варианты капитализма, в том числе и социализм шведского образца, скандинавского. Но вы путаете инструментали, это неправильно. Есть социализм, как первая стадия построения коммунизма, извините, первая стадия построения коммунизма, это было у нас. А, как новая стадия развития капитализма, и развитие это дало? Демократия. Благодаря демократии и развитию экономики, капитализм переходил в следующую стадию постепенно. И теперь мы имеем постиндустриальное общество на Западе. Скандинавский социализм, так называемый. Но это не тот социализм, что первая стадия построения коммунизма. Это на капитализической основе. Вы говорили в прошлый раз, что все имели работу. Очень интересно. Но при этом не имели самого необходимого. И в конце концов, кончилось все. И система обанкротилась, сама разрушилась. Не мы ее разрушали до основания, а затем. Большевики разрушали нормальную систему, способную развиваться. На излете разрушили. Самое трудное для нее время. А коммунистическая система сама разрушилась. И мы вынуждены начать все сначала, начать труднейший период накопления капитала, которая не выдержала одна шестая часть планеты и сорвалась на вооруженный бунт. Мы теперь должны проходить это сначала. В чем наше горе? Теперь. Так вот, стоило и таких жертв этот эксперимент. Результаты которого пожал Запад. Не наше государство. Они поняли, как нельзя наглядно. Как нельзя жить. Вы говорите, надо откинуть идеологию и обратиться к экономике. Но это и была идеология другой экономики. Как я назвал экономики концлагеря. В общий котел все ложили столько, сколько государство заставит, а получали оттуда столько, сколько государство позволит. В результате, я не говорю про преступления, воровать всегда плохо. Но человеческая природа понуждала человека меньше вложить. Если нельзя больше взять, он меньше вкладывал. В результате котел опустел. Это очень просто. Так что это была идеология антиэкономики, другой экономики. Если мы говорим о подушке безопасности, то прежде чем ее делить, раздавать, нужно сначала произвести, развить экономику. А развитие возможно только при капитализме. Рынок и частная собственность. Это тогда уже, если разовьется экономика на этой базе, можно строить социализм. То есть, путем демократии принимать законы, которые позволяют делиться. Чтобы успешные люди делились с теми, кто не выдержал конкуренции. Но только конкуренция и заинтересованность позволяют обществу развиваться. В начале капитализма, так называемого, как многие говорят, звериный оскал капитализма, производство было на таком низком уровне, это было так тяжело, как я уже сказал, одна шестая часть планеты сорвалась на вооруженный бунт. и все сломала. Теперь, когда, примитивно говоря, нажав три кнопки на компьютере, можно заработать миллион, если понимаешь, что делаешь. Если три кнопки нажимаешь. Да. Но, когда 90% налог, то нету смысла эти три кнопки нажимать. И о чем хочу сказать, что при так называемом капитализме постоянно нужно искать баланс между социальными льготами и гарантиями и привилегиями для бизнеса. Чтобы социальные льготы и гарантии были, сначала нужно, чтобы бизнес развился, чтобы поднялась экономика. Потом начинать делить. Если этим увлекаться слишком, экономика будет замедляться. Конкретный пример всем набила скомину Швеция. Лет 70 или больше назад они приняли эти жесткие налоги. Теперь любой школьник годами может после школы не работать и нормально жить на пособие. А предпринимателям невыгодно нажимать эти три кнопки на компьютере. У них кризиса нету, но рост экономики, его темпы явно замедлились. И голосованием вернуть назад уже ничего невозможно. Большинство не проголосует за уменьшение. За что вы? Иначе Швеция хорошая, тебе Швеция плохая. Швеция ничто не бывает идеальным. Люди не те во время коммунизма были, они сошки не хотели. А что вы считаете, что сейчас при капитализме люди изменились? Человек всегда остается человеком. Он никогда не станет компьютером. Его нельзя включить и выключить. То есть тогда было... В нем бывшую страсти и интересы. И вот это естественно система. Ведь с чего начиналась наша жизнь? Появился примитивно. Ну а не будем от лампочки. Не будем, не будем. Это коротко. Это коротко. Это коротко. Была земля под ногами, небо над головой. Никто не мешал, человек выжил. Проблемы начинаются. когда его ограничивают в свободах. Так вот это ограничение должно иметь какой-то предел. Но развитие дает только свобода. Капитализм, как я уже говорил, частная собственность и рынок. Если есть демократия, то обязательно будет возрастать и справедливость. Люди большинством проголосуют против меньшинства богатого и поделятся. и поделятся. Солд поделятся. Богатое большинство поделятся благодаря принятию законов о налоге. А голосующих большинство успешных. В каком месте? Как только вы прижмете, они просто переместятся сейчас в глобальный мир. Это уже другой вопрос. Я говорю о принципе. Это естественно. И во всем мире в развитом будет социальная защищенность возрастать. У нас этого нету. Потому что у нас еще начальный период накопления капитала продолжается. И сколько лет он будет продолжаться? Сколько лет? Да, вот сколько лет. Это экономисты не чета мне, может быть даже и вам всегда говорят, что может быть предсказать все, кроме сроков и курса валюты. Я понимаю, курса валюты. Ну вот, и сроков. Сколько лет? Здесь есть свои особенности, как мы его строим. Потому что многое мы упустили, весь мир ушел вперед, нам догонять очень трудно. Вы говорили о том, что нужно ограничивать доход, иметь какую-то планку на зарплату. Если будет планка на зарплату и доход, то появляется автоматически планка и на рост экономики. Почему? Вот только что я об этом говорил. Нет смысла три кнопки на компьютере нажимать, если это нажимающему не дает интереса. Я понимаю, но у нас очень много сейчас, посмотрите, какие сумасшедшие зарплаты, не только в... Вот об этом можем поговорить, если вы не согласны. Дело в том, что эти зарплаты зачастую расписываются тоже сами себе. И прогрессивный налог должен быть обязательно. Да, потому что здесь тогда он ограничивает. этот рост. Но только единственное, что он должен быть введен действительно тот налог, который не ограничивал возможность развиваться, но в то же время ограничивал аппетиты. Потому что аппетитов очень много. То есть, когда человек зарабатывает в 20 раз больше, чем средняя зарплата, я очень сомневаюсь, что он в 20 раз умнее или там талантливее больше, чем средний человек. Здесь я бы все-таки какую-то меру сделал, потому что вы видите, сколько у нас появлений в Советах и везде. Но это уже конечно... Вот здесь, уважаемый Дмитрий Соколов, я должен сказать, что тут мы расходимся кардинально. Понятно, что кто больше зарабатывает, должен дольше платить налогов. Больший процент дохода должен платить. Но... Во всяком случае, везде так принято. Может быть, это когда уже накопленный капитал, я согласен с этим. А у нас момент накопления, то может быть, и не надо. Ставить вопрос о том, что человек зарабатывает слишком много и ему это не надо. Нет, человеку всегда надо. И на этом именно понятии, что человеку всегда мало и всегда надо, все растет. Нет, подожди. Только на этом понятии растет экономика. невозможно, что вы не ограничиваете человека и в то же время какую-то хотите справедливость. Это невероятно. Вот на этом балансе и будет строиться в будущем весь мир. на этом балансе. строится, почему-то. И в Латвии пока что-то слабо. Это уже другой вопрос. Как у нас такой вопрос. Но это должен быть баланс. Если мы говорим, что ты слишком богатый и мы тебя обрубаем. ни в коем плане. Кто не говорит, что слишком богатый, никто не говорит об этом. Богатые должны делиться больше. Нет. С этим мы согласны. Очень хорошо. Не то, что делиться с кем-то или что-то, но дело в том, что есть децидентные коэффициенты, которые являются тем, чтобы не было больших напряжений в обществе. То есть, здесь это связано с этим только. А второе, вы так описали, все в одну кучу. то есть, социальная, экономика социализма, то есть, государство и государство и экономика частной собственности в соревновании этих систем победила на сегодняшний день получается экономика. Иначе быть не может. Но в 70-х годах задумывались, в 70-х годах, когда развитие Советского Союза шло темпом по 12-13%, тогда задумывались о том, что и тогда создалась комиссия конвергенции такая. То есть, вы путаете, опять же, средства, инструментарий, то есть, зарабатывать прибавочные стоимости организации труда. И политические системы, разность, демократия и плюс однопартийность. Здесь эти все, это две разные вещи, то есть, экономика и однопартийность и демократия, это, ну, как бы здесь это одно другому вроде бы не должно, да, быть. Хотя, с другой стороны, опыт показал, что невозможно, скорее всего, при чистом социализме, вот такой, только командной экономике, невозможная демократическая система, потому что она предусматривает разные уклады и, соответственно, разные интересы, и, значит, тогда демократия побеждает. Я вообще еще Вао Цзи сказал, что мягкое всегда побеждает твердое, поэтому здесь, конечно, есть свои плюсы, свои минусы, вопрос только всегда в переходе и справедливом обществе, то есть, не надо думать, что вы, типа, это там, ад, сравнивать с фашизмом и все остальное, это абсолютно нонсенс, как говорится, и это абсолютно, вы понимаете, что Советский Союз участвовал в антигитлерской коалиции, таким образом всех людей, которые участвуют в антигитлерской коалиции, да, то есть, вы приравнены тех людей, которые зажгли оспечиваться к тем людям, которых потушили, то есть, это не демагогия, это не демагогия, это сфашизма. Отвечайте, пожалуйста, людей от режимов. а теперь людей от режимов. Да, 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 конечно, есть Советский Союз герой, который победил фашизм, и есть коммунистическая система, которая уничтожала своих. Я еще раз говорю, демагогию эту приравненную не дна. Ее вбросили, ее вбросили в конце 70-х годов, ее вбросил, насколько я помню, германский такой ученый, который начал сравнивать тоталитарные, говорит, что есть тоталитарные режимы и демократия. Да. И тоталитарные режимы, что советские, что немецкие, ну, фашистские, они одинаковые. Его вброс я понимаю, но я не поддерживаю. То есть, понимаете, тем самым, ради коммунистического эксперимента можно людей убивать. и тем самым, и тем самым, как бы уходит в сторону уже немножко нацистский режим. Его немножко обеляют. Он не такой страшный. Нисколько. В вашей позиции звучит так. Вы желаемы выдавить сравнивая и ставя на одну доску фашистский коммунистический режим, вы тем самым его обеляете, выводите его из-под удара. Ни в коем случае. не знаю. Ни в коем случае. Наоборот. Совершенно наоборот. Этого я не понимаю. так, ну, я наоборот, я наоборот, этого человека, кого сравнивающий текосила, очерняют. Вы можете сравнивать капиталистическую систему экономическую и другую систему социалистическую государственную, как и средства производства и производства материальных благ. Вы можете сравнивать демократический и политический строй, многопартийность и однопартийность, но сравнивать эти вещи и везде были и при демократии были и колониальные системы и все, что хочешь было. И когда это было, то есть, вы же понимаете, колониализм тоже демократический, подождите, тогда, то есть, это же там тоже были жертвы. Помните, когда Монтесье сказал, что, если негры люди, то мы тогда не христиане. Мы уйдем очень далеко. А я идут по вашему пути. Нет. именно по своей тропинке. Нет, стоп, не надо. Не надо, вы задали тренд, я иду по этому тренду. Тогда ответственный вопрос. На какой? Убивать миллионы ради эксперимента лучше, чем убивать миллионы ради обогащения и грабежа. Ну а что, коммуниальные империи, они что, они убивали людей ради грабежа? Так и ругайте их тогда. Ругайте Францию, Англию, ругайте всех. Ругаю. Ругайте. А вы говорите, что богатство получено оттуда тоже. А ради не плохие, они большие. Большие. Богатство не бывает плохим и хорошим, оно бывает большим. Так вот, вы считаете, что убивать в таком же количестве людей вообще убивать? Вы позволите задать вопрос? Я вообще считаю, что убивать нет. Вы считаете, что ради хорошей идеи можно убивать такое же количество? И я тоже самое говорю. Мы же говорим о том тоже. Но вам только жалко коммунистическую систему. Ничего мне не жалко. Если советский солдат победил фашизм, слава ему. Но если этот же солдат сохранил коммунизм и распространил его на пол Европы, это тоже нужно отметить. А что именно? Почему тут солдат? Коммунистическую систему Советский Союз распространил на половину Европы. Да. Солдат освободил пол Европы от фашизма, слава. Так. Мы не можем же ему спасибо сказать за то, что 50 лет пол Европы жила под гнетом коммунизма. За это ему спасибо сказать надо или нет. По-вашему надо. По-вашему надо. А по-моему несколько поколений потратили свою жизнь зря во время этого эксперимента. Благодарите за это. Ну это же их поколение. Они жили в этот момент. Они верили в это. Да, они верили в форумы. Не верили, что возможно построение справедливого общества. Вот теперь мы дошли до сути нашего разговора. что можно построить справедливое общество с теми же самыми людьми, но с помощью капитализма. Вот это теперь мы же до сути. Почему мы говорим об этом? Что не надо больше хранить в мозгах своих эту старую веру, которая у нас всех была. Вера это вера во Всевышнего. Она не мог быть в коммунист. Я про коммунист говорю. Мы в религии еще не дошли. Извините. Я отказываюсь на эту тему дискуссировать. Это не моя тема. А что вы имеете в виду от коммунизма? Однопартийную систему и государственную собственность на средства производства? Вот это и есть коммунизм. Исчерпывающий. Исчерпывающий. Это не коммунизм. Коммунизм Это начало его строительства. Это социализм как первая стадия построения коммунизма. Коммунизм это мечта человечества. Это храм на горе. А теперь я вас убью. Оно недостижимо скорее всего. Люди не способны. И здесь я с вами не согласен. Коммунизм возможен. Ох ты мой. Вот так. Вы меня запутали совсем. Вот так. И теперь прошу минуточку внимания. Уже на Западе начинаются разговоры о таком вы наверное слышали безусловном минимальном доходе. Уже закончились. Они все равно. В Финляндии начали и они поняли что невозможно. В Швейцарии тоже было и опять же тоже сказали что не пошло минимальный безусловный доход. Понятно. Но рано или поздно с развитием экономики до этого дойдут. И это будет вариант этой светлой идеи когда все люди счастливы. Типа того что материально счастливы. Вместо того чтобы высчитывать постоянно пособия по безработице держать штат для этого огромный это большая бюрократия. Понятно что административные экономические развитые страны рано или поздно при определенном развитии а развитие дает именно частная собственность и если социальными льготами да налогами ее не задушить она будет дальше развиваться и на определенном этапе люди к этому вернутся и тогда будет что-то наподобие коммунизма хочешь работаешь хочешь нет ты сыт одет обут и дети здоровые и учатся минимум да а человек существо ненасытное как мы уже выяснили ну не знаю я верю в человека и сам я тоже человека верю и поэтому знаю что от него ждать и поэтому не остановится экономика пока будет возможность зарабатывать больше чем другие если есть желание когда будет возможность к этому стремиться я понял а если если мы делаем коммунизм советского образца о котором мечтали это значит никому не надо работать а если мы делаем представляем себе этот коммунизм на основе капитализма когда ты сыт но если хочешь чтобы тебе было не хуже чем у соседа ты должен постараться потому что сосед без всяких ограничений зарабатывает сколько хочет я честно говоря насчет того что представление о коммунизме как что никто не надо работать у тебя все будет достаточно если работать в какой-то момент я с вами согласен такое понятие было уже извините господин Соколов если работать надо потому что кто-то сказал что надо это концлагерь в котором мы жили а если работать надо потому что кушать хочется это зверь подождите надо работать то что надо да была статья за тунеядство если ты не работаешь ты идешь в тюрьму а при капитализме если ты не работаешь то ты голодаешь в начальной стадии если капитализм уже развился то общество имеет возможность содержать тех кто не выдержал конкуренции на рынке труда она их кормит но если он хочет чего-то большего он идет и вкалывает потому что он этого хочет а не потому что партия сказала и статья за тунеядство грозит вот если тебя заставляют это концлагерь а если ты кушать хочешь это первоначальный период накопления капитала а если независимо от того что ты сытый или голодный ты не голодный все равно сытый но тебе хочется иметь больше и тебе это разрешено вот на этом все строится нет я не спорю с этим это нормальные человеческие качества если их не будет человек компьютер или раб рабоглотический строй мы привыкли представлять себе как в повязках полуголого и под проняющим солнцем там пашет но извините меня у рабов был рабочий день 4 часа и никаких забуд но и это кончилось вот а наши рабы о чем мы сейчас в нашей северной стране должны были быть одеты более-менее обуты покормлены чуть-чуть хотя бы но это все равно оставались рабы все не только в лагере в лагере это вообще уже все и за железным занавесом мы жили это пропавшие поколения да не пропавшие мои родители мои родители всю сознательную жизнь прожили в этой системе как можно так говорить о людях которые прожили свою жизнь ну зачем это во-первых каждого человека жалко поэтому я так говорю Эдуард мне их жалко Эдуард хорошо мне себя может быть не жалко Эдуард это ваше личное мнение и для этого нужно спрашивать тех людей во-первых и вообще нельзя так ну вообще мазать все одной краской сравнивать вот это вот все конечно эти вещи не сравнимы конечно есть недостатки конечно есть ужасные вещи которые были мы это пережили мы поняли у нас есть опыт у нас есть проживание как в одном системе так и в другой системе у нас есть что с чем сравнивать опять вопрос а стоит ли тех жертв этот опыт вопрос не в этом же стоит не стоит вы же не можете изменить прошлое ну зачем не можем изменить прошлое зачем все время вот обратно смотреть и смотреть давайте я хочу изменить в наших сегодняшних мозгах что прошлое мы должны все понять о прошлом зачем ну каждый понял потому что мешает нам кому вот только что вы сказали что люди прожили и некоторые были счастливы так понимаете были счастливые рабы которые превозносили своих рабовладельцев и прожили свыше свою счастью чем вы отличаетесь от тех людей которые говорили что вы жили не правильно надо будет правильно вы в один в один говорите то же самое ты раб ты не поднимал что ты раб ты пожил плохую жизнь я тебе сейчас все объясню как это точно так же было в 17 году вы неправильно при царизме жили сейчас я вам все объясню когда даже больше прав и кто больше прав того бы не повышать и что вы и я не прав что капитализм лучше коммунизма не в этом я выговорил что капитализм не же кому не еще раз говорю что вы не правы в том что вы говорите что лидера вы не понимали что они были несчастливы кто-то понимал диссиденты понимали но диссидентов сколько их там ну да я я про себя прошлый раз рассказывал но прошу уже очень вот так если вы говорите долго не когда вы из-за себя и говорите чем изо всех-то говорится я же не говорю а я а я всех уговариваю понять что они ошибались но зачем вам это нужно ведь чтобы они сегодня был большевик чтобы нас большевики тоже уговаривали всех что все они ошибались давайте быть светом будущем чтобы сегодня палки в колеса не ставили а никто не оставил колеса но какие палки кто кому ставит хочешь работать работой хочешь не работы не работает хочешь ехать куда-то есть не хочешь сидеть и что капитализм хорошего принес наша жена я согласен с этим вот это вот возможности если в то же время он привез и другое он привез и другое естественно как и любая если на дело в том что вы не видят любая так естественная жизнь естественно естественная жизнь не искусственная из-за мать жизнь естественных в советском союзе были искусственные все наши проблемы запланированные сверху а мы вернулись в открытый мир в котором все проблемы естественны которые нужно постоянно решать но многих этот открытый мир сегодня пугает очень пугает как любую птичку выпущенную из клетки но не в этом дело не в том что выпущено поэтому я и минуточку пытаюсь кинуточку объяснить то что выпущены из клетки до сих пор мы не очень понимаем что дальше будет пугает будущее если тогда будущее было хоть плохо на запланированное да то на сегодняшний день будущее пугает меня умиляет вот проблема не умиляет я не восхищаюсь некоторые некоторые люди привыкли прекрасно себя чувствуют креативные все остальные остальные неуверенно если мы доживем до того момента когда вы как вы говорите ведь проблема в том что например сегодня есть пять процентов структурной безработицы и сегодня пять процентов это структурной безработицы безработица ниже пяти процентов не вне не опускается потому что эти люди все одно не пойдут на работу они не будут работать я удивился когда я это сам разговаривал в канаде из канады приезжавший он сказал что вот этим людям которые без определенного места жительства да им построили пятиэтажный красивый туб это ум ну социальное жилье прикладно канада богатейшая страна ну вот они зиму пилины зиму пилишься жили а весной все покинули свои эти квартиры и на перекладных на грузовых поездах и везде по канаде стали опять чем не коммунизм понимаете вот эти пять процентов они все равно то есть люди привык каждого потребности у меня такие потребности до общества их обеспечено поэтому здесь об этом это в этом и сопрадающий но вы другое сказали неуверенность и планирование в какое планирование весь виду то которое я уже говорил без войн катаклизмов несчастных случаев массовых решет такого глобального и масштабного в конце 20 века в европе кончились продукты когда вся европа испытывала проблемы с избытком продуктов в ссср нечем было камин это планирование нет я не это я вам скажу еще когда на плане дело в том что планирование есть и во всех странах все равно какое-то планирую осуществляется какие-то возможности какие-то развития какие-то платы а я вам скажу хорошего есть это да есть хороших советских руководителей здесь не тот госплан который опланировал все но который как бы понимал куда мы идем вот в если мы возьмем латвии мы пережили уже три основных давайте павалим госплан не огонь я не ни в коем плане я говорю ни в кое я буду хвалить сейчас я я не буду хвалить госплана у нас было три то есть мы мост между востоком и западом то зиты первое второе мы ближе чем швейцарии мы банковские да вы согласны с этим было и вы как было в свое время когда здесь были эти самые виды на жительство мы вон для бедных ну в лондоне миллиардеры у нас миллионеры в риге до строительство это все и мы развивались потихонечку сейчас эти три плана с ровнули и что дальше подождите что будет дальше как вы перебиваете вы инновационный задаете больше вопроса чем я отвечаю сейчас инновационный да я согласен вон эстония например пока значит о советском планировании ассен планирование на старой площади советской плане понять развитие на старой площади люди руководили плохой системой но сами не были не идиоты за 10 лет до горбачева планировалось цк кпсс перестройка они уже видели что кормить народ как я говорил правительство обязалось кормить народ и заставлять его работать они видели что заставляя работать они кормить народ будет нечем и планировалась перестройка мы могли бы начать эту перестройку со всеми последствиями на 10 лет раньше и на наше несчастье ударили фонтаны нефти в тюмени и это было на 10 лет похоронено по 10 лет мы прожили на нефтяных деньгах иссякло давление в скважинах упали цены на нефть а гулага нету бесплатного рабочего труда и все на эту тему есть кушать нечего в европе в конце 20 века я понял это планирование вы хотите нет нет вас на него дело то что вы вы говорите о том что говорят экономисты что хорошее время прекрасно но для поведения реформ но самое неудачное для них начала как не странно реформы начинается именно когда когда петух клюнет а не тогда когда все хорошо здесь и водами ставшую самое хорошее время для начинания рефор является саном неудачно для их начала поэтому вот с этим и столкнулись это классика это не то я говорю это я же говорю фашизму повезло. Его разбили военным путем и уничтожили физически. Что значит? Страны победителей. Что значит фашизм? Он обречен был. Его идеология совсем другая. А мы были обречены 70 лет разваливаться, пока не рассыпалась страна, не рассыпалась экономика. Нам повезло. Вы считаете, что мы 70 лет разваливались? Да причем это? Это совсем другие идеологические основы. И осудить нам этот коммунизм некому. И нет возможности и повода создать Нюрнберг-2, чтобы приговор ему выписали, как выписали коммунизму. И это все, что вы можете сказать? Это все я говорю для того, чтобы люди, кто еще не перестроился, перестроились на капиталистические рельсы. Потому что капитализм перерастает в постиндустриальное общество. В новый социализм. И я вам предсказываю будущий коммунизм на другой основе. На другой основе. И в зачатке его вы уже видите. Люди, не желающие работать, могут не работать. В самых богатых странах. Вы сами бы сказали пример. А чем богаче страна, тем больше таких будет возможностей. И на лучшем уровне будут те жить, у кого мозги на работу не заточены. Из гуманности общества. Потому что обществу хватает. Но дело в том, что в этом есть еще и другие. Есть, конечно, лентяи, а есть люди просто неспособные. Понимаете, с развитием техники будет сокращаться количество рабочих мест. Они будут усложняться, а количество сокращается. И не все люди смогут выдержать конкуренцию за эти рабочие места. Правильно. Говорим о будущем. Хорош говорить о прошлом. Это будущее строится на антикоммунистических принципах. Мы это поняли, и тогда будем счастливы. А если мы это в голове держим, просто человек, вспоминая, как было спокойно, на душе и бедно в квартире, то советскую власть он с ненавистью смотрит на то, что происходит сейчас. А нужно смотреть с пониманием на то, что происходит сейчас. С пониманием. Вот у меня когда-то была статья... Подождите, Митва. Что должен понять? Продолжаю. Именно это. У меня когда-то была статья... Вы повторите. То есть он, который жил спокойно и не заботился о будущем, сейчас это переживает и боится этого, и ненавидится настоящего. Продолжаю. Именно это. У меня была когда-то статья на заре антисоветской власти под названием «Профсоюзы. Школа капитализма». Вот о чем он должен думать. Если он не предприниматель, он должен думать, как он будет продавать свой труд по рыночным законам, по законам рынка. Не смотреть в рот правительству, что ему дадут работу. По законам рынка. То, что вы сказали, это все непостижимо. Я еще не сказал. У нас профсоюзы беззубые и бездействуют. Почему? Потому что в головах советское воспитание. Почему? Позвольте объяснить. Если на Западе профсоюзы всего добились, через них социал-демократические партии приходили к власти, перезелали эту систему налоговую, пользу работающих. социал-демократические партии в Ватвии. Я об этом как раз и говорю. Я именно это и говорю. Что у нас осталось советское мышление. Мы не способны объединиться, чтобы вместе выступить на рынке труда и выстоять свои условия. Мы не способны поддержать антикоммунистические социал-демократические партии. С одной стороны, это и хорошо. Потому что за социал-демократическими идеями прячутся посткоммунисты с посткоммунизмом в головах. Поэтому наш избиратель боится за них голосовать. Поэтому они существуют, но вне парламента. Вы не поняли основы. Ваша антикоммунистическая вот такая вот эта вот страсть антикоммунистическая она и не позволяет социал-демократии подняться. Потому что в головах людей антикоммунисты являются противниками не только коммунистов, но и социал-демократов. Вот как хорошо бесширкнуть к сегодняшнему дню. Значит, если социал-демократам... Вы же самые губите социал-демократию. Если вы хотите строить социал-демократию, стройте ее. Только на основе не антикоммунистов, а просто социал-демократов. Если социал-демократам называют себя Жданок и Рубикс, я поддерживаю латвическое общество, что за них не голосуют. Потому что Жданок и Рубикс – коммунисты. Во-вторых, если социал-демократам называют... Я не закончил, извините. Татьяна Амкадевна никогда не говорила, что она социал-демократа. Сейчас она может молчать сколько хочет. Она только сейчас задевает вопрос межнациональный, потому что только это людей волнует. А все остальное она держит себя внутри. Назовите мне социал-демократа. Дальше говорю. Если социал-демократам себя называет партия предпринимателей под названием Согласия, я удивляюсь, почему люди за них голосуют. Это партия предпринимателей. Нету в латвийском парламенте социал-демократов. Я объясняю почему. Потому что с одной стороны... Потому что вы ее не дайте... Потому что с одной стороны рабочий класс, а это предается по наследству, воспитан на профсоюзах школах коммунизма, которые делят путевки, но не помогают рабочему, наемному работнику продавать свой труд по законам рынка. Вы сформулируете. Формулирую, а вы меня перебиваете. К сожалению, у меня больше есть что сказать, только не успеваю. Так вот, а на самом деле профсоюзы это школа капитализма. И наши наемные работники никак не могут объединиться именно в такие профсоюзы. Наш избиратель боится голосовать за партии, называющие себя социал-демократическими. И профсоюзы эти партии не создают. И они пассивные, они беззубые. Была на заре, как говорю, антисоветской власти попытка создать союз рабочих в Латвии. Я один из участников инициативной группы там. Но, вот и говорю, была статья. Это школа капитализма профсоюза. В советское время был клич профсоюза школа коммунизма. Ну то есть за этим фасадом... У нас же профсоюзы есть, и профсоюзы работников по отраслям, по всему. И как они помогают поднимать зарплату, улучшать условия труда. Потому что поднимают по возможности, они же ставят условия, и поднимают зарплату, и условия труда тоже. Вопрос, кто их поддержит, ведь политические решения... Я же об этом и говорю. Вот это остатки нашего коммунистического воспитания. Да, причем тут коммунистическое? При том, что мы... Слушайте, уже давно это не пережитки прошлого, это недостатки настоящего. Как вы не слышите оппонента? Я не слышу, 30 лет прошло. Вы не слышите оппонента? Так сколько лет там? Я об этом и говорю, что ты... Все кроме сроков и курса валюты. Но потому что вы... Я об этом вам и говорю. Что 30 лет прошло, а объединиться в нормальный профсоюз и потребовать... Только пока вы будете говорить о коммунизм столько времени продолжать, то вы говорите, что вы хотите сделать. Я же говорю. Сформулируйте. Я же говорю. Какие минимальные требования для профсоюзов? Вы же создавали профсоюз. Какой смысл говорить о минимальных требованиях, если поддержать эти минимальные требования? Коммунистическим режимом воспитанные люди и их потомки не готовы. Профсоюз это единство. А я к людям и обращаюсь. Перестаньте быть посткоммунистически воспитанными. Я поэтому это говорю. Вот опять вы при чем? Ну как вам хочется защитить от коммунизма? Ну а какая разница между вами и теми большевиками, так обращаясь к людям, что вы оставшие люди, и вы не понимаете своего светлого будущего, что вы воспитаны при царизме. Светлое будущее вы рука. Сейчас я вас бы позвал бы в светлое будущее профсоюзное, но вы все посткоммунисты, вы не понимаете, что это. Вы даже вот вас оснаюете. Почему вы мне приписываете свои мысли? Да вы только что сказали, что эти люди... Как бы я позвал? Как бы я позвал? Они должны быть стать и идти сами. Я их звал. Я их звал лет 30 назад. А теперь? Они не пошли, теперь они виноваты. Они пришли на съезд и разошлись. Да? Потому что а к чему? Все. Все. Предприниматели не разошлись. Они на рынке. Выступают дружно. У них интерес есть. Конечно. Они предприниматели те, кто перестроился. От коммунистического мышления, капиталистического. А наш воспитанный в СССР рабочий класс и их потомки, извините. Они такими остались. Почему я сейчас об этом говорю? Это не от меня зависит. И не я их должен позвать. Они должны собраться, сказать, нам надо вот это, это, это. А ты, Ваня, или Вася? Почему? Наш будет представлять. Опять что, по этническому профессию-то? А не какой? Вася, Вася, давайте всех. Мы по-русски говорим. По-русски. Ну вот и все. А у нас остались остатки прошлых профсоюзов, которые худо-бедно доживают свой век. Они так и не стали нормальными. Понимаете? Когда-то Народным фронтом я был рекомендован в Совет профсоюзов наших. Конкретно. После своей всей этой активности, там собрались лидеры всех латвийских профсоюзов, большое собрание. И представили меня. И знаете, что я им сказал? Нет, откуда же? И какой год это было? 90-е начало. 90-е начало. Там еще этот Сильнич, по-моему, Советский Крым председатель еще был. А вот который Сильнич сейчас? Нет, нет, нет. Он, по-моему, вот ушел. Он собирался как раз уходить. И меня там представили, как вот, там и зампредседателя был в Союзе рабочих. И во фронте еще, с неформального фронта. В правлении уже фронта стал. И меня туда, типа того, что вот, так сказать, развивать, выводить на новую дорогу. Подприниматели сами выйдут, а вы вот рабочий класс выводите на новую дорогу. И собрались лидеры профсоюза всей Латвии. Вы представляете, кто он собрался? Советские лидеры профсоюза со всей Латвии. Полный зал. Я вышел и сказал, что вы никогда не станете настоящими представителями наемных работников. И никогда не сможете сделать профсоюз настоящим. Меня поблагодарили, вежливо раскланились, попили чаю у зампредседателя и разошлись. И так оно и произошло. Но они защищают сейчас, как могут, как вы говорите. А защищать должны рабочие сами. Не контора, которая там находится у нас в красивом здании. Как эта контора подобная появилась на Западе? Когда работяги собрались и кого-то уполномочили себя представлять. И готовы его поддержать в любой момент. А когда советская номенклатура создала искусственный профсоюз, и его последователи как-то вяло там сидят. Ну бумаги какие-то идут, переговоры. Ну рабочего или так наемных работников движения не существует. То есть по законам рынка свой труд продавать еще не умеем. С одной стороны, все у нас в противоречиях. Это может быть даже хорошо как-то. Если слишком активная была бы часть наемных работников, мы бы затормозили развитие капитализма. Сначала надо заработать, потом делить. Ну факты следуются фактам. Делят пока опять только сверху. Люди не требуют этого деления. Может быть дойдет время, начнут требовать. И ради этого нужно им объяснять, что перестаньте быть... Тогда вы считаете, что социал-демократическая партия возможна в Латвии? Или все же таки... Она обязана быть? Нет, но ее не все попытки обречены были. Ее до сих пор пока нет. Я объясню почему. Согласие заняло эту дичь, что она называется. Но это партия предпринимателей. Про партию согласия я могу вам сказать. Партия согласия это ложь, начиная с названия. Не, ну... Назвав себя социал-демократами, они уже обманули. Они предприниматели. И дальше. Не все предприниматели. Надо играть из себя. Понятно. И коммунистическая партия была рабочих и крестьян. Но дело не в этом. Дело в том, что когда люди привыкнут к тому, что они в свободном мире и имеют на что-то право больше, чем имели право в СССР. Вот об этом есть разговор. Почему я ругаю тот строй? Что люди должны освободиться мозгами. Я понимаю. Я единственное не очень понимаю, почему профсоюз не обращается в том числе и к социал-демократической партии согласия. Я не думаю, что согласие бы отказало в этих требованиях, которые бы они выдвинули. Четко сформулированные. Вы хотите, чтобы дальше разбирался в согласии? Я могу. Нет. У меня есть это мнение. Не надо. Ну, говорит, разбирать не надо, а почему не обращаются. Потому не обращаются, что вы боитесь, что я скажу про них правду. Нет. Вот поэтому не обращаются. Я не хотел бы увозить в политику. Мы же не политикой занимаемся. А все политикой. Я общественник. Все политикой. Вы тоже общественник. Не-не-не. Просто я не вижу четко сформулированных требований профсоюзов. Дело в том, что при всем там консервативных, новых консерватов ругают, не ругают. Ну, не дождаясь, что на простой был возунг. И, кстати, он мне очень понравился. Возунги должны быть из трех, и они должны быть доступны. Помните? Фабрики рабочие, земли кристалям, мир народам. И новые консерваты. Ничего глупее не было придумано. Ну, подождите, но люди же верят. Вот я не предлагаю вам, не верьте в эти глупости. А вы защищаете. Эта, кстати, тоже мне понравилась. В этом плане, я имею в виду чисто, как люди, чтобы доходчиво было. Понятно. 500, 500 и 500. Да? В принципе-то, 500 минимално. Я хочу, и это все понятно. И 500, как говорится, я уже забыл, минимально облагаемый минимум. Понимаете, в чем дело? Очень, кстати, доходчиво. Понятие «я хочу» до всех доходит очень хорошо. Не, ну понятно. Но жизнь сложнее. Жить сложнее. Но дело в том, что чему мы стремимся, к чему мы идем? Вперед к победе капитализма. Ну, капитализм победил. А профсоюзная школа капитализма? Понятно, да. И то, что социал-прократические парки вы считаете, у нас нет, потому что нет. Профсоюзы какую партию поддерживают? Вот какую партию профсоюзы? Не то, что поддерживает. Они создают социал-демократию. Где она? Какая она? Но в Латвии этого не случилось. Я имею в виду, в Латвии сейчас нет социал-демократических партий. Они есть. Они есть. Кто-то себя так называет. А профсоюзы какую партию на выборах они участвуют в выборах? Они говорят, за какую партию голосовать. Профсоюзы вообще являются участниками общественно-политического процесса на сегодняшний день? Только на уровне сотрудничества у нас с парламентом и Совета министров. Партии, опирающиеся на профсоюзе... Они сразу же идут помимо... Я так вижу. Я не слезаю за процессами. Я не участник конкретно процесса, но как мне впечатление, что они просто напрямую работают с парламентом. Но это, так сказать... То есть со всеми партиями одновременно практически. С парламентом. Выдвигает. Да, выдвигает. Практически надо работать с коалицией, которая в этот момент имеет возможность продвигать эти законопроекты, которые интересуют профсоюзов. Но это игра между бюрократами разных сторон. Это не борьба профсоюзов за свои права. Я как уже говорил, борьба профсоюзов за свои права, это значит, права должен создать последний работяга. Ну, член профсоюза, наемный работник, обязательно работяга, инженер может быть и менеджер тоже. Мы все наемные работники. Да, кроме владельцев. Кроме владельцев. Мы сейчас все наемные служащие, работники. И у каждого может быть свой профсоюз. И все могут в один момент объединиться. Но для этого каждый должен понимать, что он имеет на это право. И он готов на это. Но он должен понимать... Он должен понимать... Он должен понимать, что он... Не надо. Подождите. Мы не понимаем, что... Легальные демонстрации, это тоже законно. Он не только на это должен быть готов. Он должен быть готов и взносы платить. И фонд забастовочный создавать. Слава богу, что в Латвии этого нет. Начальный период накопления капитала, мы же капитализм зарубили бы. Но с другой стороны, раз нет нормальных социал-демократических партий, у нас политика хромает. У нас в парламенте очень не хватает 10-15% для социал-демократов. Но почему за них не голосуют, я говорю. С одной стороны, нет настоящих. С другой стороны, за этими лозунгами прячутся посткоммунисты. Ну, я надеюсь, что наша беседа социал-демократов в Слышке Согласии есть. Я думаю, что, в принципе, это один из... Вы все-таки хотите, чтобы что-нибудь хорошее стало? Нет, 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 я имею в виду, что один из ресурсов, конечно, работает. Есть партия, называющая себя социал-демократической. Латвийские профсоюзы ее не поддержат. Я понял. Вот это я хотел сказать, они не поддерживают. По другим причинам. По каким? Потому что у Согласия есть желание добиться компромиссов в вопросах, составляющих основы государственности. Вот. Согласие направлено на размывание основ государственности под видом компромиссов. Поэтому часть ЛТ6 за них голосует. Они же хорошие, они мирные. Они разговаривать хотят. Но разговаривать можно по всем вопросам. Профсоюзы считают, что это не социал-демократы, потому что они проводят политику на интеграцию общества между душами и русскими. Нет, немножко не так. И тем самым размывают основы государственности. Позвольте точнее. Но это, простите меня, это не значит. Позвольте точнее. То есть основы социал-демократии не относятся к этому вопросу. Вы немножко заблудились. Позвольте точнее. Профсоюзы, профсоюзы национальные, неполноценные, какие кто-то обозвал, в кавычках поставим, не поддержат согласие, потому что согласие заточено на размывание основ государственности. Не потому, что они там какие-то другие. Ну, понятно. Но кроме того, я еще утверждаю, что они назвали себя социал-демократами. Идеи социал-демократии это идеи большинства населения. С ними очень легко, по пси-классе, либералы, лобористы в Англии приходят везде. Понимаете, что социал-демократическая идея вне национальности. Естественно. А вы поэтому и говорите, что они не национальности. Я говорю не про национальность, а про государственность. Ну да. Основы государственности. Я понял, да. Они хотят то, что в основах где-то так компромисс найти в этом месте. А значит, основа будет подмыта. Можно компромисс искать во всех многих вопросах. А замахиваться на основы. Надо с этим со стороны согласиться. У нас все равно мы уперлись в конце концов национальную противоречность. Почему национальную? Ну, только что... Существование государства. Понятно. Существование государства. Государство существует на каких-то основах. И если партия против этих основ, и его значительная часть населения поддержит, значит, государство зашатается. Ну понятно. Я уже не говорю о том... Это не относится к названию социал-демократии. Я только говорил... Вы не любите, согласен, но это не значит, что она не социал-демократическая партия. Но кроме того, оно называет себя социал-демократической, социал-демократической, по моему мнению, неправильно. Это их желание опереться на социал-демократический электорат. Но это не значит, что они этому соответствуют сами, особенно их руководители. И мне кажется, что если они что-то такое социал-демократическое и проводят в жизни, но это для того, чтобы оправдать. Но не для того, чтобы... Они предприниматели. Их руководство это предприниматели. И в этом неправда. Понимаете? Так что партия очень интересная. Но имеет свой вес в Латвии. Это печально. Это печально. Ну, дай бог, чтобы все были имели вес в Латвии. Что меня еще удивляет. Вот, допустим, у меня много претензий. И развалилась эта партия. Теперь там что-то происходит. Другая. Но Сирц Латвии. Но название. Но Сирц Латвии имеет такой процент, что государственное финансирование не имеет. Партия чисто посткоммунистическая, которая только цепляет, прикрывается языковой проблемой. Нет, нет. Союз работ... Русский союз, да? Она имеет государственное финансирование. И это меня, как гражданина Латвии. Ну, мне просто стыдно. Мне стыдно, что мы избираем в Европарламент представителей московского кремля. И это тоже посткоммунистическое мышление. Мы говорим о посткоммунистическом мышлении. Давайте, мы говорили о Путинском кремле. На этой дотике. Но я патриот русской культуры и русского языка. Слава Богу. Я патриот латвийской культуры, государственности, русского языка. Пока русскостью не прикрывает коммунистическость свою. Я патриот Латвии. И пусть в Латвии все будет хорошо. Если мы избавимся от посткоммунистического мышления. Если мы от чего избавимся. От того, что нам мешает идти вперед. А нам мешает то, что мы никак не можем... Не надо. Часть населения может окунуться в капитализм. Нет, нет, нет. Все понять его. Часть его утонула. И понять свое место в нем. Окунуться в одну часть. Вот именно. Научи все плавать в капитализме. Спасибо вам большое за ваше долготерпение. Спасибо зрителям. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.